Приветствую вас и постараюсь последовательно ответить на те вопросы, которые вы выдаёте. Во-первых, о вашем так, о вашем последующем. Ваш мужчина сейчас, в данный момент времени, испытывает к вам явное охлаждение. Его это охлаждение связано с тем, что он к вам привык, что срасть повытикла, родились дети, он понял, что вы к нему привязаны, и что вы принадлежите помощи ему. И вот этот факт, это настроение, оно позволяет мужчине вести себя таким вот вызывающим, пренебрежительным образом. И, понимаете, происходит это потому, что, ну, обычно люди, когда встречаются, влюбляются, они начинают испытывать страх, сильные эмоции. И за время существования этих сильных эмоций налаживается какой-то контакт, налаживаются пути общения, формируются совместные времяпроводительные занятия и так далее. И если этого не происходит, то после того, как страсть уходит, остается пустота и привычка, также надоеданность. Вот с вами произошло, судя по всему, именно это. И вам необходимо здесь понять, что вот вместе с этим, вместе с тем, что я описал, у мужчины, возможно, появились какие-то проблемы, связанные с сексуальным своим здоровьем. И именно поэтому он может не хотеть с вами вступать в интимные отношения. Также может быть, что человек после того, как вы родились, потерял к вам влечение. Так очень часто, к сожалению, бывает. Ну, изменения в фигуре, даже, соответственно, после родов и до родов вступать в интимные отношения на людях, и это все, безусловно, отдаляет мужчину от своей женщины. Также имеет место ревность мужчин к детям. Такой человек тоже часто бывает, к сожалению. И его высказывание, его, вот, как бы сказать, выговаривание проблем, оно очень тонкое. С одной стороны, человек, конечно, вашу личную жизнь, вашу, я имею ввиду свою и конкретно вашу, наставляет на показ подругу. Но, с другой стороны, ведь у человека необходимо какие-то пути расслабления и, собственно говоря, переживания. Если с вами построить доверительные отношения не получилось у него, по каким-либо причинам, мы сейчас не говорим почему, то он делает это другими людьми. И тот факт, что он слушает этих подруг, о которых вы говорите, тот факт, что он и к ним прислушивается, и если их мнение, мнение подруг влияет на его поведение. И при отсутствии у него именно друзей мужчины, это говорит о том, что у мужчины есть ответствующий характер. Характер у него больше женский. То есть, если мужчина находит общий язык с женщинами лучше, чем с мужчинами, то это, к минимуму, говорит о некой сходности его характера с женским. И от счастья, от счастья, это хорошо, потому что, ну, женщина, таким мужчинам найти язык проще. Но если вообще не с таким человеком действительно проще, то вот жить, существовать, вести совместный быт и хозяйство сложнее. Потому что для такого мужчины нельзя положить. Такой мужчина легко, вот как в вашем случае, расскажет что-то своему окружению, и с того, что рассказывать, в принципе, не надо было. И это, конечно, накладывает свой отпечаток. И в этой ситуации, конечно, нужно с мужчиной разговаривать, анализировать его поведение, корректировать его. Но он, скорее всего, не хочет. Его, скорее всего, все устраивает. И потому, отвечая на ваш следующий вопрос, что вам делать, нужно сказать так. Во-первых, про секс, то, что касается секса, вам с ним обязательно нужно разговаривать. То есть, в постели самое важное, это откровенность. Если откровенности нет, то, соответственно, могут возникать проблемы. Общение на интимные темы есть залог доверия между вами. Первое. Второе. Анализ. Вам нужно сделать анализ. Жене с вашим мужем. Вы сказали, что вы ссоритесь часто. Если они часты, если они стабильны, они возникают на основании одной или нескольких причин. Вот эти причины нужно найти. Отыскать вам самостоятельно эти причины. Как бы сказать, предложить для обсуждения мужа. Потому, что именно они являются провоцирующими факторами в ваших конфликтах. А все обстоятельства этих ссор являются вечно следствием. И следующее, о чем нужно сказать, это то, что стараться приносить в вашу жизнь что-то новое, что-то интересное, необычное, свежее, чтобы как-то разнообразить вашу жизнь. И если мужчина не начнет менять свое поведение к вам, если он не будет замечать, например, что вы делаете и так далее, то в этом случае вам необходимо дать ему понять, что вы не привязаны к нему, что вы не привязаны к нему, что если он позволяет себе общаться с подругами, то и вы будете то же самое делать. То есть покажите ему свое независимость. Покажите ему то, что вы не привязаны к нему. И тогда это его отрезвит. И заставить проявить его истинное чувство. Если он вас любит, но чувство будет чуть-чуть угасываться, он начнет вас снова завоевывать, много будет внимательным, много будет вежливым, указывать ваше желание. Потому что он будет бояться вас потерять. Если его чувствуешь не совсем, то соответственно посыпется только оскорбление, обвинение ваше адрес, и не более того. При параллельном решении конфликтов, изначальных конфликтов все, и при попытках внести в жизнь что-то разнообразное, вы получите почти 100% результат в виде его реакции. И если его реакция будет негативной, то уже вам решат, что делать. Либо вы от него уходите в таком случае, потому что мужчина вас уже не любит. либо вы продолжаете быть из других целей, не связанных с чувствами. Но принимать решение окончательно только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.